Продолжение следует... Мы покажем новую серию документального фильма «Мир сегодня». Этот эпизод об истории гольфов и об их важности при отключениях электричества в 1871 году. В 21.00 расслабьтесь за просмотром потрясающего фильма «Свобода быть Колином». А сразу после, в 11.15, программа «Резцы», где доктор Эдриан Арткинсон Блайми устроит жаркий допрос своим гостям. Сегодня в студию вернется ведущий экономист Кэти Брайтман. Наконец, в полночь вас ждет прогноз погоды. А сейчас вечерние новости с Джереми Дональдсоном. Представляем телепрограмму канала «Первый» на сегодня. Вечер начнется с подборки лучших моментов шоу Питера Клемента «Просто работа», который напомнит нам, как наш новый премьер-министр впервые обрел славу. Затем в 21.00 эксклюзивное интервью с бывшим премьер-министром Джейкобом Гамильтоном Маном в программе «Сила в правде». Это я точно не пропущу. И, наконец, в 22.00 ненадолго уйдите от реальности за просмотром нового боевика Лоуренса Бландер-Клетча «Человек-пуля». После фильма в 0.15 вас ждет прогноз погоды. Но сначала вечерние новости с Джереми Дональдсоном. Перед возвращением к команде вечерних новостей ознакомьтесь с телепрограммой канала «Первый» на сегодня. В 18.30 вас ждет краткая история спортсборда, где Патрик Беннон расскажет историю роста популярности нового спорта. Затем вас ждет повтор прямого эфира с финала соревнований по спортсборду в 19.30, в 20.15, в 20.00 и 21.45. В 22.30 вы увидите мировую премьеру телеадаптации мюзикла «Эй! Дружба». Это трогательная и важная история 13-летней девочки из современной семьи, которая пытается выжить в школе с устаревшими взглядами. Повтор финала по спортсборду в 23.45, а затем мы покажем прогноз погоды, который начнется в 0.30. А прямо сейчас вечерние новости! Итак, уже через минуту мы присоединимся к съемочной группе и посмотрим спецвыпуск «Жути живьем». Но перед этим давайте узнаем, что ждет нас завтра на первом. В 10 утра продолжится серия передач «Семейный бюджет. Леди посчитает», где Вэллари Селдери предстоит сразиться со сложными цифрами. В обед вместе с Эдрианом Эткинсоном Блайми вы отправитесь на экскурсию по величайшим зданиям в программе «Эдриан и архитекторы». Ну и, конечно, вечером вас ждет фильм «Платок Шрёдингера. История запретной любви между математиком и портнихой». Действие происходит в начале XIX века. Не пропустите! Это лишь часть увлекательных программ на канале Первый. А теперь пора выключить свет и приготовиться к путешествию в потусторонний мир на нашем телеканале. Уэйн, меня слышно? Через минуту нас ждет прямой эфир вечерних новостей. Но сначала телепрограмма канала Первый на сегодняшний вечер. В семь часов новый эпизод «Что не так с картинкой», в котором команда руководителей телеканала постарается выяснить, почему у Моны Лизы на щеке красуются член и яйца. Затем в восемь вечера мы покажем у достойной пельменей документальный сериал «Форма тогда». Мы рассмотрим давно забытый феномен, называемый «Внешним миром». В девять присядьте и расслабьтесь за просмотром превосходного фильма «Электрическая лихорадка» с Лоуренсом Бландер-Клетчем в роли Хелены Кентерберри-Бэтшоу. Сразу после, как и всегда, в 23.15 доктор Эдриан Эткинсон-Блайми съест своего гостя в программе «Резцы». Сегодня под его прицел попал пухленький дорожный инспектор из «Трэйнстебла». В полночь вас ждет прогноз погоды, как будто это еще имеет значение. А сейчас присоединимся к Джереми Дональдсону. Через пару минут на волнах этой телерадиостанции Грэм Бэннон выступит с благопристойной эстрадной программой, призванной помочь благому делу. Однако перед этим Первый канал предлагает вам осведомиться о расписании эфира на вечер. В 20.00 мы с гордостью продемонстрируем выступление умопомрачительного цирка Джерри Мамптона. В сегодняшнем выпуске телецирка выступит дама с волосами под носом, мужчина без единого волоса на голове и ребенок с крайне длинным средним пальцем. Такое зрелище упускать не рекомендуется. В 21.00 в дискуссионной передаче мы представим вам размышления о бытии, в которых его преосвященство Дэвид Аткинсон и ученая дама доктор Эдит Блайми обсуждают, существует ли загробный мир. И, наконец, в 22.30 настанет время государственного гимна и последующего отхода всех добропорядочных граждан в их раздельные спальни к здоровому восьмичасовому сну. Но до начала обозначенных передач мы с радостью передаем слово всенародно любимому Грэму Бенену. Продолжение следует...